МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, в студии працу Александра Гамуля. Глядите в этом выпуске. Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира подвяло выники минулого и вызначило планы на этот год. Сегодня областная держа-аутоинспекция, распочиная комплекс профилактичных мероприемств, сустречная полоса. Гомеля был аутотранс, провел первый один день пассажира. Юные мазырские канатоходцы поделились ураженными от выступлений у Монте-Карло и рассказали про дальнейшие планы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня отбудется 29-я сессия Гомельского городского Совета депутатов 27-го скликания. На парадок дня вынесено основное пытание, спровоздача старшини Гарвы Конкама Петра Кирыченки, об выниках работы городской выканавчей улады за минулый год. Усе подробязности в наших наступных выпусках новинов. Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира подвяло выники минулого и вызначило планы на этот год. Пленум отбылся в Палаце творчести дятей молоди. Вся рода дельниковы – представники улады и громадских организаций, которые сопротивляют с фонда мира. Под обязанностями Волода и Ганна Ковалева. Дорогами спаленных вёсок, дитя миру, дорогое слово «мама», международный лагерь «Крынишка», аналога, у якому нема во всей Украине. Усяго в минулом году на Гомельшине прошло больше как 100 миротворчих мероприемств. Головные паде и выники года на пленуме областного отделения агучу яху старшиня Тимофей Глушаков. Если говорить о международном сотрудничестве, оно у нас очень широко. И ежегодно что-то получается новое. Вот в прошлом году, кроме того, что мы приглашаем наших друзей с России на наши мероприятия и в лагеря дружбы, в прошлом году наши миротворцы ездили уже в Орловскую область, в лагерь мира и дружбы. Уже завязалась дружба. И в целом наша школа, 27-я школа мира, имеет пять соглашений с российскими школами мира. Ветераны Великой Айчины войны, воины-интернационалисты, переселенцы с гарочих кропок, шмадзетные семьи, Гомельское отделение не мкнется оказать ему ты реальную патрымку тем, кто опынулся у складанной ситуации. А кроме того, с на годы 75-й годовины, с початку Великой Айчины войны, фонд накировал 36 тысяч рублей на реконструкцию и добропарадкование мемориальных комплексов и братских похований. Все летнее мы это протягнуть реализацию и сноучных проектов и закласть подморок супрационництва с новыми партнерами, которые подпрымливают деятельность миротворцев. Церковь всех призывает, чтобы жить в мире, чтобы друг на друга мы никогда не поднимали руки, чтобы мы не озлоблялись. Если в нашем сердце будет любовь, уважение, то будет и мир между народами, между государствами. И хочется пожелать, чтобы как больше людей понимали это и принимали в этом участие. Про витальный адрес у Гомель на кировау старшиня правлений белорусского фонда мира Максим Мисько Республиканское кировничество отзначило, что Гомельское отделение на первых позициях Украины по прационным, патриотичным и миротворшим выхований молодого поколения. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Люты подтвердил звание одного из самых холодных месяцев. Усяму виной антициклон Эрика. В связи с мостными морозами, Держаутоинспекция рекомендует водителям проявлять осторожность, особенно это тышится у ладальников дизельного автотранспорта. Тим, кто оказался в складанных умовах, на дороге оказывали допомогу супрацовники червоного крыжа и ДАИ. Они пропоновали водителям горячую горбату, некоторые отримали у подарунок теплые пледы. Пожалуйста, горячий чай и согрейтесь в дороге, чтобы вам было тепло и удобно. И вот такая вот листовочка еще, как оказывать первую помощь при обморожении и что делать для того, чтобы обморожение не наступило. Эта акция у нас не разовая. Вообще мы оказываем помощь во время сильных морозов по всей Гомельской области. У нас на территории Гомельской области работает 18 пунктов обогрева, которые развернуты на базах районных организаций Красного Креста. У ближайшие два дни морозное надворье заховается, чекается до минус 15 в день и минус 24 в ночи. Потеплее на выходных. По передних прогнозах весна селета будет поздней. С сегодняшнего дня на территории в области держава та инспекция распочинает комплекс профилактических мероприемствов «Сустречная полоса». На протягу 10 дней пройдут специальные рейды, задачи яких выявление порушения у правилов обгону и выезду на полосу «Сустречного руху». Инспекторы ДАИ будут ожитявлять контроль с выкористанием приборов фото- и видеофиксации. Нагадаем, штраф за ответные порушения может досягать 10 базовых величин. А кроме того, водители могут тратить макчимость керовать транспортными сродками до одного года. У Гомеля пройшли первые занятки у стартап-школы. Я ее слухачами стали жахары региона, які мают намер открыть уласный бизнес. Як выбрать перспективную бизнес-идею, кольки сродков необходимы для старта и каким чином проверить надзейность партнера. Это только некоторые темы, которые мерковываются на занятках. Стартап-школа – новый некоммерциальный проект. Я Гомета – допомоги гомельчанам реализовать их креативные бизнес-идеи. Занятки будут проводить вядомые бизнесмены. На своих прикладах яны расскажут, як починать уласную справу, пазбегнуть помылок и досягнуть поспеху. Сарот организаторов школы – Центр бизнес-эдукации Белорусского гандлево-экономичного университета и громадское обяднання товарыства садзенничыня инновацийному бизнесу. Стартап-школы, по сути, могут принимать участие любые желающие. Это могут быть, как студенты любого из университета. Это могут быть, как люди, которые работают по найму, но хотят, например, открыть свое дело. Это могут быть так уже и те, кто только-только начал, уже запустил свой бизнес и хочет перебрести дополнительные практические инструменты к его реализации. В регионе прошел первый один день пассажира. Гомеля был аутотранс ставить метой, вылучить заваги пассажиров и больше оперативно реаговать на их. Олег Сентяров доведався, какие меры по удосконалению работы громадского транспорта пропануют гомельчане. В Шостом Гомельском автобусном парке этот день от инших принципов ничем не отрознивается. Невеликая частка машин находится на профилактическом ремонте. Большаясь автобусов на маршрутах. У администрации кажут, что некие спречные моменты относенных с пассажирами безумно возникают, но и водители, и кондукторы повинны вырешать их максимально тактично. Причем самая великая увага надается обеспечить руху, особенно в зимовый период. Дополнительно перед зимой мы проводим осенне-зимние инструктажи с водителями по работе, то есть соблюдение скоростных режимов, соблюдение обстановки на дороге, то есть принимать какие-то экстренные меры водитель должен. Самые великие по протяглости автобусные маршруты у Гомеля номер 17, 18 и 20 на проходжение приклада 25 километров отводится 140 хвилин. Некоторые гомельчане соправды проводят в громадском транспорте значенную часть своего життя. А тому пытание комфорту не на опошнем месте. Да и относительно до их сбоку кондукторов и водителям так само мают значение. До речи, для минимизации колькости конфликтных ситуаций на всех городских автобусах зараз выкористовываются видеорегистраторы отчастка машин до того же отцелеванной системы видеоназирания за салоном. Только 6-й комитетский автопарк, что год перевозит коля 7 миллионов пассажиров. Для поровнания 25 годов тому, коли предприемство створалося, эта лечба была 20 разов меньше. Не глядя, что назначенный рост сколькости приватных авто, громадский транспорт в раннейшем застаётся вельмед запотребованным. У целом, по акционерным товариствам Гомель Абл Аутатранс эта лечба еще больше. Только за минулый год тут перевезено свыше 190 миллионов человек. Проводимый предприемством один день пассажира, это еще одна махчимость высугаць заваги жахаров региона и вынеку необходимости принять адекватные меры реагования. Глядя, что на то, что початок промой телефонной линии был запланованный на 14-1, первые звонки у Гомель Абл Аутатрансе почали принимать практически самые ранницы. Некто скаржится на незручные маршруты, приходится рабить по некаке пересадок, а это додатковые затраты часу и сродков, некого не задавленяя место знаходжения припынков громадского транспорта. Сярод агученных проблем так само, недохоп месту у автобусах у так званый годинный пик, не застаются паза увагой и новоувядения на кунт обовязковой оплаты багажа. Условия касаемых перевозки ручной клади, эта тема есть, она пока существует. Люди, кроме того, обращаются, уточняют какие-то нюансы по расписанию движения, потому что все-таки движение, расписание есть, оно меняется, опять же, по просьбам самих же людей. Вопрос остается в обновлении подвижного состава, потому что он у нас, понятное дело, стареет, а в последние годы есть проблема с обновлением, действительно, эта проблема есть. Поэтому мы над этой темой работаем, и вот я уже говорил, в прошлом году купили средние вместимости за счет собственных ресурсов 10 машин, 10 автобусов. Практика проведения одиннага дня пассажира протягнется кожную другую сираду месяца с 14 до 17 годин в головном офисе и в усих филиалах предприемства будут проводиться гаража телефонные линии, а так самый особистый прием грамадян. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель». На передание означался день юного героя-антифашиста. До проведения памятных мероприемств долучился и наш регион. Традиция отдавать Данину памяти маленьким солдатам, многие из которых стали героями посмяротно, оказалась близкой с участным школьникам. «Гомельские пионеры» к принятию делу, диалогу «Дети войны» пришли в областный музей военной славы. Тут своими неопростыми успоминами изыми поделились у дельники военных падей. Вы знаете, день юного героя-антифашиста это традиционный день для пионеров Беларуси. И пионеры ежедневно делают дела, проводят поисково-исследовательские работы по увековечиванию памяти. Чтобы не повторились моменты истории, ее нужно знать. Нужно уважать тот огромный подвиг, который совершили их деды, прадеды во имя победы, во имя будущего нашей страны. Одногодки сегодняшних подлетков воевали на ровне с дорослыми. Гомельчанин Борис Цараков у 15 годов долучился до военных дейняв, а у 17 стал героем Советского Союза. Зараз Ягоймя носит одна звулиц города. После завершения диалога в музее пионеры смогли ознайомиться с историчными артефактами. Дети приходят, мы бываем в образовательных учреждениях. Ну, конечно, мы же привозим туда совсем мало наших музейных предметов, а здесь у них есть возможность, так сказать, и поговорить о героях, и пройти, посмотреть, увидеть героев не только детей, и взрослых, и всех. И, в общем-то, это дань уважения нашим поколениям, которые принесли нам победу. Артисты студии циркового мастерства «Арена» триумфально выступили на Международном юнатском фестивале «Новое поколение» у Монте-Карло. Мазерани, які други годзапоры представляли нашу краину на престижном форуме, привезли на родиму серебранного юниора и специальный приз глядацких симпатий. Первые эмоции уражены от поспеху, а так само планы на будущее у материаля Дмитрия Котова. Яны выглядают стомленными, але при этом вельми счастливыми. Веселые усмешки и узнагороды в руках, як подтверждение, что у Монако съездили нездарма. Однако шлях на цирковый пьеды стал не был простым. Подрыхтовка до фестивалю такого узровня гэта штадионные напруженные тренировки. Нумер потребовал, окрямя высокого мастерства, так само складанного техничного обсталявания. Было очень много проблем с нашим багажом, потому что это транспортировка большого груза. И это всегда какими-то сложностями, ну возникают сложности. У нас немножко были повреждения именно на реквизите, но как-то благодаря нашему технику, он потрясающий человек, Паша, он нас выручал постоянно. Удельничали у фестиваля артисты другий год за пар. До речи, я не первый из беларусов, кто трапил на самый престижный сусветный форум циркового мастерства. Быть сирот конкурсантов уже удача. Гэта фестиваль можно поравнать с олимпийскими гульнями. Я летела второй раз и во время полета я вспоминала моменты с прошлого года. Вспоминала цирк и когда я приехала туда, мне показалось, что я оттуда даже и не уезжала. Да, мы волновались очень сильно. Мы, с одной стороны, понимали, что мы сильные, что мы достойны места, а с другой стороны, мы понимали, что это самый лучший конкурс в мире. Он очень, конкурентность там очень большая. Летость поветренные гимнасты отримали у Монако, а три специальные призы. Все лето Мазыране представили номер канатаходцев, который выполнили пятер артистов. Дети поставили себе цель выиграть, и мы, естественно, тоже, потому что мы понимали, что уровень сегодня этого номера превзошел даже наши сами ожидания. То есть дети настроились очень серьезно и свою задачу они выполнили просто превосходно. Артисты смогли уразить не только членов журы, а и просто глядатшоу. Кроме серебряного юниора, и они так само отримали приз глядатских симпатий. Перед шоу в зале объявили, что на ваших креслах лежат маленькие билетики для того, чтобы каждый зритель понравившийся номер помечал там галочкой первое, второе, третье место. Кому вы заслуживаете? Мы этого не знали, потому что видели, конечно, что присутствуют эти таблички лежат. На все это в зале три тысячи мест. Представьте, что это такое. После такого феерычного поспеху юные артисты заслужили отпочинок. Однако до тренировок вернутся Зусим Худка. Напереде еще больше амбицийные планы. Вернутся празд два годы у Монте-Карло, але у жона с поборництва сирот дорослых артистов. Профессийный узровень дозволяет зарабить это уже зараз, але не узрост. По регламенту 70% артистов у составе трупы повинно быть не меньше как 23 годы. А там у арене по кульзе стоит удосконаливать свое майстерство и идти до новой вершины. Дмитрий Котов, Александр Харлампа, утелерадиокампания Гомель из Мазыра. И это была пошла информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сачите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин